всем привет девочки мальчики я очень рада что вы зашли на мой канал сегодня будем с вами готовить фаршированный перчик что нам для этого понадобится фарш у меня куриный перец рис лук морковь специи ну что давайте приступим сначала натрем морковь на мелкой терке так режем лук значит полторы головки мы отправим на зажарку по половина луковицы у нас уйдет фарш за половинку сразу откладываю сторонку полторы луковицы мы нарезаем мелким кубиком я овощи морковь и лук буду обжаривать на сковороде с минимальным добавлением растительного масла можно еще чуть-чуть добавить сливочного масла для того чтобы наш фарш был немножко наш нежнее сочнее мелко нарезаем лучок на сковороду я налила чуть-чуть подсолнечного масла и растительного и бросила кусочек сливочного масла отправляем сюда для зажарки наши овощи добавляем сюда черный молотый перец немножко и жарим до готовности так теперь займемся фаршем фарш отправляем рис рис я не варю я его промыла несколько раз залила тепленькой водой он не постоял где-то минут 30 я его еще раз промыла и сейчас отправляю во фарш для голубцов и фаршированного перца я рис не варю отправляем его в наш фарш овощи у меня зажарились также отправляю их сюда прямо из сковороды и мелко нарезаем луковицу половинка так возьмем нож потоньше и 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 я срезала шляпки перчики теперь берем маленькую ложечку и фаршируем наш перец плотно не набивайте потому что рис у нас не вареный он еще придаст объема уж как фаршировать перец все знают я предлагаю просто свой способ приготовления перчики я люблю маленькие вообще бы я вообще вот такой вот фаршировала вот такие вот малышки в магазинах очень трудно найти такие вот я люблю совсем олипуски прям на половину ладони продолжаем фаршировать весь перчик нафаршировала перчик у меня осталось немного фарша я взяла помидорку вычистила сердцевину и дофаршировала фаршем это очень хорошо помидор тоже отдаст свой сок остатки я бы вывалила сюда и вот несколько перчиков я тоже сделала вот и вот сметанку томатную пасту сметана прям пахнет коровой где-то две столовые ложки полные сметанки и где-то две чайные ложки томатной пасты добавляем сюда немножко водички размешиваем хорошенечко и для усилителя вкуса прям совсем капелюшечку вот прям пол чайной ложечки можно сказать еще добавляем сахаром хорошо перемешали выливаем это все в кастрюльку еще я кладу сюда обязательно вот такой маленький кусочек сливочного масла отправляем на плиту наши перцы и готовим до готовности минут 40 вот такой вот красивый перчик у меня получился